Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGuardets и сегодня я хочу рассказать вам, что компания Doge представила довольно интересный защищенный смартфон, который судя по приставке GT в названии можно смело отнести к игровым решениям, но во всяком случае именно с меткой GT маркируют свои игровые смартфоны большинство производителей. Что ж, довольно интересная концепция, игровой смартфон в защищенном корпусе, хотя если честно, я думаю прям конкретно под игры аппарат не затачивался, но при всем при этом он имеет довольно производительное для своего ценника железо, возможность записи видео в 4К разрешение, а также очень много памяти и неплохие камеры. И все это уже через несколько дней, менее чем за 200 баксов, а с купонами и того меньше. Если так посмотреть, то за этот прайс аппарат однозначно будет, ну, неплохо сбалансирован и не уступит многим конкурентам даже с более громким именем, по объему памяти так уж точно. Ну а сейчас я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать, чем именно может похвастаться новенький Doge S96GT. Сердцем нашего сегодняшнего героя стал среднепроизводительный восьмиядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK Helio G95 с максимальной частотой до 2,1 ГГц на ядро. И это однозначно более интересное решение, чем тот же G96, который вроде как и немного посвежее, но не может записывать видео в 4К разрешение и имеет более слабую графику, чем тот же G95. Так что думаю с играми у нашего героя проблем быть уж точно не должно, тем более тут устанавливается еще вполне себе компактный по современным меркам EPS HD Plus дисплей с диагональю в 6,22 дюйма, что опять же вполне положительно скажется на игровой производительности. То есть можно смело выставить максимальный FPS в пубжике на минимальной графике и вообще не заморачиваться, тем более 60 FPS он из коробки поддерживать должен, это точно. Standoff 2 вытянет в легкую на максималочках при 60, да даже Genshin можно поиграть на низких, но благодаря разрешению с нормальным FPS, в первую очередь играбельным, так что возможно приставочкой GT тут действительно не просто так. Кроме вполне производительного чипа новинка получила сразу 8 мегабайт оперативной памяти и накопитель на 256 гигов, плюс слот под карточку памяти стандарта microSD, то есть как вы поняли с памятью тут проблем тоже не ожидается. 256 гигов дешевле двух сотен баксов, это то что доктор прописал, согласитесь, а конфигурация по железу конкретно за этот прайс получается неплохая. Что по камерам спросите вы, то фронталочка тут в каплевидном вырезе и она тут на 32 мегапикселя, для броневика это прям какая-то рекордная штука, я не знаю зачем ставить в подобный смартфон такую селфи пушку, но она тут есть. Далее идет основной сенсор на 48 мегапикселей от компании Samsung, затем 20 мегапиксельная камера ночного видения от компании Sony, 8 мегапиксельный ширик и 2 мегапиксельный макрообъектив. Опять же набор более чем достойный, плюс повторюсь смартфон может снимать видео в 4 кей разрешении. Питает все это дело, баночка на 6350 мАч, что конечно ну не супер рекорд для броневика, но тоже вполне неплохо. А также есть поддержка быстрой 24 ваттной зарядки. К дополнительным особенностям новинки могу как всегда отнести защиту по военному стандарту, military CD810G, а также IP68 и IP69. Сканер отпечатков пальцев, свежий 12 андроид и конечно же NFC. Ах да, тут есть еще и 15 ваттная беспроводная зарядка. Что же до ценников, то как я уже сказал ранее, смартфон запускают в продажу ориентировочно после 10 октября по цене дешевле 200 баксов. И как за этот прайс, с таким железом, неплохими камерами с 4 кей, большим объемом оперативной памяти и накопителя вполне себе интересный вариант, если вам нужен конкретно защищенный смартфон. На этом думаю все, всем огромнейшее ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев, всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok